И так правительство Украины ушло в отставку. Президент Янукович в конце недели взял больничный. Говорят, у него ОРВИ высокая температура. Ну а Майдан по-прежнему стоит. Наш корреспондент Владимир Самборский разбирался, почему же оппозиция не хочет освобождать улицы Киева. И что тревожит бойцов Беркута? Зажигательная тренировка. Правильно закрыться, правильно подойти, правильно кинуть. Каждый день в 16.00 на Крещатике у них самая что ни на есть боевая подготовка. Бойцы правого сектора отрабатывают навыки метания бутылок. Для них слова о том, что тяжело в учении, не пустой звук. Готовятся здесь к самой настоящей войне. Свои цели и задачи правые объясняют легко. Полная смена всех институтов власти. Полумер быть не может. Если мы сейчас бросим дело, которое мы делаем, когда разойдутся люди, нас будут либо убивать, либо всех пересажают по тюрьмам. Особенно тех, кто принимал самое активное участие во всех этих событиях. Опасения не беспочвенные. Бойцы правого сектора не скрывают. Они и есть сегодня движущая сила протеста. Потому и масок не снимают. Противостояние на Грушевского, что было неделю назад, их заслуга. В этом к перемирию, о котором договорились власти лидеры оппозиции, относятся с недоверием. Да и лидеры уже не те. Собственно, из объединенной оппозиции для меня нет никакого лидера. И я думаю, много кто с Майдана поддержал бы меня. Потому что мы видели, как за два месяца танцулик и песенок на Майдане не изменилось абсолютно ничего. Перемирие на Грушевского началось после того, как власть пошла на уступки. Сначала вот это. Я уже не премьер-министр. Я зашел в этот зал, дорогие коллеги, друзья, представить исполняющую обязанности премьер-министра. Николай Азаров объявил о своей отставке. Виктор Янукович с подписью затягивать не стал. Очевидно, что решение было принято быстро. Хотя еще за два дня до этого Азаров в эфире нашего телеканала уверял, власть не должна уступать. У нас достаточно сил и возможностей не допустить развития событий в том русле, в каком намереваются их провести вот эти люди. Если они окончательно потеряли здравый смысл, то, безусловно, будут действия адекватные для того, чтобы сохранить в государстве порядок. Мы за это, кстати, несем ответственность конституционную. Возглавить правительство Янукович предложил лидерам оппозиции. Те отказались и вообще заявили. Это провокация. Мол, президенты и партия регионов таким образом хотят просто уйти от ответственности. Очевидно, что это для того, чтобы избежать политической ответственности правительства и не рассматривать этот вопрос в парламенте. Мы ожидали чего-то подобного. Но после этого решения взрывы и стрельба на баррикадах утихли. Правда, переговоры чуть было не зашли в тупик. Ту еженочью активисты спильной справы, это тоже радикалы Майдана, захватили Министерство юстиции. Впрочем, к вечеру здание освободили, а в рядах митингующих наметился раскол. В данный момент произошло мирное освобождение помещений Министерства юстиции от провокаторов, которые именуют себя организацией «Общее дело». Они его захватили, чтобы подыграть власти, потому что это могло привести к введению чрезвычайного положения. Активисты спильной справы, которых потихоньку начали обвинять во всех грехах и называть провокаторами, по сути, штурмовики объединенной оппозиции. Они административные здания своими силами захватывали и на баррикадах были в первых рядах. На следующий день митингующие освободили еще одно здание Министерства аграрной политики. Условия переговоров такие. Оппозиция уходит из захваченных помещений, баррикады разбирают, власти объявляют амнистию для участников протеста. На входе часовые, внутри регистрация, проверка документов у всех входящих. Дом профсоюзов словно смольный. Это здание оппозиция покидать не спешит. На первом этаже вербовочный пункт. Здесь записывают добровольцы в Национальную гвардию. Ту, что охраняет Майдан от посторонних. На втором огромный пресс-центр. С высокоскоростным интернетом, прямой трансляцией митинга и залом для пресс-конференций. В актовом зале казарма на три сотни мест. Если не принимать во внимание, что здание давно оккупировано, складывается впечатление, что госучреждение живет в штатном режиме. В кабинетах кто-то работает, по коридорам снуют люди с бумажками в руках. За несколько недель новые хозяева даже бюрократию развести успели. Несколько раз пытаюсь найти коменданта Майдана, чтобы узнать судьбу помещения. Вот его кабинет, кстати. И каждый раз одно и то же. Или только что вышел, или приходите завтра. У него совещание. Где нам найти Андрея? Не знаю. А где к нам его можно найти? Я не знаю. Пока ищем начальство, по всему лагерю, к нам постоянно подходят разные люди. Знакомиться. Андрей, представившись радикальным писателем, по-свойски рассказывает секреты комфортной жизни на Майдане. Где лучше всего ночлег устроиться? В здании профсоюзов. А где вкуснее кормят? В киевской мэрии. Она ведь тоже захвачена оппозицией. В киевской мэрии просто супер. Многие не знают, что там кормят. Там восемь видов варенья. Первое, второе, салаты всякие там. За два месяца существования Майдан превратился в настоящий город. Со своими улицами, кварталами и классовым расслоением. Своя армия, свои рабочие, свои интеллигенции и даже своя богема есть. Вот Ивана Ажилова. В прошлой жизни швея-мотористка. Сегодня самый модный поэт протеста. Пока я здесь, написала 10-15 стихов. Их публикуют в интернете. Я и к Юле на Майдан ходила. И на самый первый Майдан. Какие-то высшие силы меня писать заставляют. О том, чтобы взять и разойти, здесь, кажется, никто и не думает. Напротив, так называемые отряды самообороны строим, ходят на баррикады и обратно. Правые на заднем дворе Дома профсоюзов испытывают новое оружие. Картошка-стрел. Пневматическую пушку, способную метнуть корнеплод метров на 200. А в темное время суток строят новые укрепления. В первую же ночь перемирия на Институтской улице возвели сторожевую башню. Зачем, непонятно, но выглядит воинственно. Но активнее всего идет воспитательная работа. Пропаганда нужной политической позиции поставлена на широкую ногу. К борьбе людей готовят круглые сутки. Быть может, это и есть эталон демократии. Сцена на Майдане не замолкает ни на минуту. Оттуда постоянно кто-нибудь что-нибудь говорит. Ну или поет. Кому как нравится. Прямо гайд-парк какой-то. Вот и сейчас второй час ночи. Акворум есть. Какой-никакой митинг. И до самого утра ситуация не изменится. Разве что с рассветом численность аудитории расти начнет. Не исключает, что противостояние может затянуться и власти. В Мариинском парке, где лагерем стоят сторонники партии регионов, тоже готовятся, если не к войне, то к блокаде. Каждый день по три самосвала. Распоряжение коменданта лагеря. На Антимайдане всегда должен быть запас дров на неделю. Еды и воды на трое суток. Начальник продовольственного склада Валерий показывает нам свои владения. Здесь у нас продуктовый склад. Хлеб, печенье с чаем выдаем. Продукты заготавливают впрок. Из расчета, что в лагере одновременно может находиться 50 тысяч человек. Из добровольцев сформировали целый отряд поваров. За сценой расставили батарею полевых кухонь. В одной кухне есть четыре бачка. Один бачок рассчитан на 250 человек. И снова о дровах. Он здесь главный по деревянным обрезкам. Плотник пятого разряда Сергей Ридуш. Все, что идет в печь, сначала показывают ему. Из кипи дров он выбирает стройматериалы. Затем делает мебель для всего палаточного городка. Вот такое годится на крепеж. Вот такая досточка. Вот этому годится на лавочку. Сколько будут стоять здесь, никто не знает. Эта мебель нужна. Вот результат сегодняшнего утра. Обеденный стол, два табурета и обувная полка. Вот она становится ближе к обогревателю. И вот обувь выставляется. И подсыхает ей очень удобно. Поговорили с плотником. На кухне подоспел борщ. Пока не остыл, антимайдановцы несут его туда, на позиции Беркута. Они примыкают к палаточному городку. Запутанной дорогой с паролями и отзывами. Идем вместе с ними. Чужих, тем более журналистов, сюда стараются не пускать. Не то чтобы запретная зона или секреты какие-то. Скорее усталость. Уголь, дрова, костры, секреты, кордоны. Там линия фронта. Через 200 метров еще одна линия фронта. Скорые помощи, пожарные машины. Улица Грушевского с той стороны, где находятся силовики, больше напоминает замок в осаде. Вот и получается, что милиция здесь живет словно партизаны. Первые 15 минут какая-то неловкость. Хмурые лица, недоверчивые взгляды. Уже потом начинают объяснять, светиться в кадре никто лишний раз не хочет. Да, вверх повесим, всех повесим. Убьем угрозы на смс. Присылают на телефоны. Семьем будем по одному вылавливать, убивать и детей, и жены. Кстати, вот есть у нас представитель, которому мы дома побили окна. Неделю назад сразу на нескольких интернет-ресурсах появилась база данных практически по всему спецподразделению. Адреса, фотографии, телефоны. То, что весь мир называет политической нестабильностью, для них война. Работника Беркута тоже от тысячи до полторы сразу платят. За парикбакерскую? Доллара. Самая модная шутка последней недели, на ком из них больше заработать можно, Александр, пока рекордсмен. Говорят, поджечь работника милиции 200 долларов. Постепенно разговор уходит в политику. Самая обсуждаемая тема – закон об амнистии. Все понимают, переговоры, конечно, нужны. Но просто взять и простить тех, кто пытается тебя сжечь, сложно. Если у нас на глазах горят ребята-срочники, контрактники-срочники, а мы как, что, должны лояльно к ним относиться, вы меня извините. Ни один солдат такое себе не позволит. Пока разливали борщ по тарелкам, в буферной зоне между оцеплением и баррикадами появились мамы. Делегация женщин с плакатами «Не стреляйте в нас, сыночки». Каждый день сюда приходят. Родственных связей с милиционерами у них, конечно, нет. Дамы с плакатами просто поют песни и зовут солдат на сторону протестующих. Он солдатик, может и любит нас, но сказать не может. Я же вижу, он слышит, он понимает, что я его мама, но стоит как истукан. Наверное, таблетками кормят их там. Жалко бедненьких. Вместе с женщинами на передовую вышли и святые отцы. Отслужили молебен, помахали в сторону бойцов кадилом и уж как-то слишком воинственно, забыв о принципах второй щеки, объяснили, почему они здесь. Мы не можем жить спокойно, когда идет война против бандитов. Зло должно быть уничтожено, стерто с лица земли. Через 15 минут, когда бойцы Беркута как раз доели борщ, акция закончилась. Мамы во главе с воинственными священниками пошли обратно. А силовики стали громко просить их, чтобы в следующий раз на передовую для разнообразия прислали активисток ФЕМЕН. А то стоять в оцеплении стало совсем скучно. Третий месяц одно и то же. Владимир Самборский, Ирина Кузьминская, Сергей Бондаренко. Вместе. Киев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА